Будем проверять каждого чиновника, каждого министра, депутата, согласно поданному декларации. Я не хотел сказать, но придется все равно раскрывать одну вещь. Мы сейчас одного депутата Джорджа Кириша поймали. Я его не буду озвучивать сейчас. Он сейчас платит государству крупную сумму денег за то, что он совершал 8 лет назад одно большое выступление. Понимаете? Мы поставим условие, что он крупную сумму сейчас как бы возмещает государство. И он будут возмещать. Он уже половину заплатил. Таким образом, я еще раз говорю, ни один чиновник, ни один министр выше своего декларации не должен жить. Судя в Верховном Судов, хоромов не будут жить. Министры также не будут жить в хоромах. Так, что у них написано в декларации, трехкомнатная квартира в полейном доме, там и будут жить. Когда в общество в таком состоянии, когда у народа такие неблагополучные моменты в материальном отношении, мы не можем жить богато, ребята. Поэтому руководству, руководители, госучреждения, министерств, ведомств, суди, прокурору должны показать пример. Если у нас остался лишний машина после всех этих моментов, продайте, отдайте народу. Государству отдайте. Отдайте государству. Если мы за два месяца, вот сами посмотрели. За 10 месяцев 2020 года было обращением государству 116 миллионов сом по коррупционным делам. За 10 месяцев. А за два месяца, за два месяца, на сегодня 2 миллиарда 800, 2 миллиарда 700 миллионов. Это доведем до конца года, до трех миллиардов. Считайте, за два месяца мы возместили 3 миллиарда долларов сомов. 3 миллиарда сомов государству. Теперь, с января месяца, я думаю, каждый месяц по 3 миллиарда будет забрать. Не 2 месяца, а 3 миллиарда. Теперь каждый месяц по 3 миллиарда будет забрать. Пока у чиновников, у коррупционеров не закончатся деньги. Так? Пока у них не закончатся деньги. Пока они не будут жить посредством, по полученным зарплатам, по заработанным деньгам. Так? И теперь лишний вот этих, не только у бандитов, у преступников не должны, они ездят на хороших машинах. И чиновник, наверное, не должен ездить на хороших машинах. Если государство его не предоставит. Так? Каждый депутат, посмотрите сейчас. Каждый депутат сейчас пойдет. Вот, посмотрите, у парламента. Какой депутат из какой машины выходит. Посмотрите. И это все снимается сейчас. Собирается документация. Так? Собирается документация. Их причастность к каким-то бизнес-структурам. Многие депутаты занимаются депутатскими делами. Но зато они зарабатывают большие крупные суммы совместно с другими бизнесменами. У каждого депутата есть своя фирма большая, строительная фирма есть, которая миллионы и миллионы зарабатывает. Я вам один пример приведу. Недавно мы поймали одну фирму, так? Одного предпринимателя. Предпринимателя. То есть у нас недавноосковский предприниматель тоже был такой. Который платит в месяц 4 тысячи самов налогов. 4 тысячи самов налогов. Так? Пошли проверить его магазин. У него в магазине 140 на 140 миллионов сомов товар имеется. У него в магазине имеется 140 на 140 миллионов сомов товар. А он платит всего на 4 тысячи самов. Видите? Если общество, если мы на это не будем обращать внимания, мы также будем жить плохо. У него 140 миллионов сомов в обороте, пусть он хотя бы миллион заплатит, а не 4 тысячи самов. Ребята, пусть хотя бы миллион заплатит, а этот предприниматель платит всего 4 тысячи самов. А все вот эти богатые люди, депутаты, судьи, прокуроры, чиновники, у него одевается. У него одевается. У него там один костюм стоит 5 тысяч долларов, 7 тысяч долларов, шуба стоит 5-10 тысяч долларов. И они все там одеваются. А он платит государству 4 тысячи самов. Вот. Вот таких фактов очень много. Есть автофирма, которая продает ГЗ по фиктивным накладным. По фиктивным накладным. То гриме не работает. У него оборотов. У него оборотов. Миллиарды. Обороты, миллиарды. А он работает фиктивно вот этим накладным. Понимаете? Тогда когда у нас будет общество хорошо жить? Если мы это все не остановим? Если мы не будем принимать меры? Сейчас у нас бюджет 170 миллиардов в сумму. В ближайшее время, в ближайшее время, 2-3 года бюджет должен быть минимум 500 миллиардов. 2-3-4 раза мы должны поднять бюджет. Вот только тогда хорошо будем жить. Другого нет. Вот такая компания, оксидемарку, оксидемарку, почти все выпускаемые продукции подделной оксидемаркой пользуются. Все продукции у него контрабандные. И он спокойно живет. Он хвалится, что у него там 50 заводов. 50 заводов ничего не платит. Он хвалится, что там обеспечивает людей, работая. Но это работа-то работает, но государству тоже надо платить. Он должен 60 тысяч платить, а он платит 2 тысячи. Понимаете? Вот таким образом мы будем еще предпринимателей проверять. А до образования предпринимателей, которые там работают, своим трудом зарабатывают, мы будем поддерживать. Кроме того, тех инвесторов, которые к нам приезжают, раньше облагали, оказывается, как бы, деньгами. Вот ты приезжаешь, вкладываешь столько в экономику, столько будешь отдавать на черное. Этого не будут. Ни один инвестор, ни копейки не будет никому платить. Ни бандитам, ни криминальным структурам, ни государству, то есть, чиновникам не будет платить. Спокойно, приезжайте, работайте. Я буду, как бы, гарантировать и обеспечивать вашу безопасность. Это моя работа. Пожалуйста, есть эти вопросы или закончены? Есть. По-моему, я подробно рассказал вам все. Три вопроса оставай. Спасибо. Спасибо. Спасибо.